Житель города Солнечногорска Вениамин Цуцак стал обладателем легендарной марки Вирджиния. Величайший артефакт оценивается специалистами в несколько миллионов долларов. Вениамин Цуцак решил прекратить цепочку трагедий и продал марку одному из знаменитых европейских музеев. Полученные деньги он передал детскому Солнечногорскому реконстационному центру, скромно отказавшись от баснословного состояния. Не в деньгах счастья товарищи так объяснил свой благородный поступок, не состоявшийся в деле. Что собираетесь делать дальше? Господин Цуцак. Ну это, отмечем это дело с друзьями. Нет, ну так, по рюмочке. Ну что ж, мы желаем нашего героя всего самого наилучшего. На этом мы завершаем наш репортаж из цикла программ «Земня». Сейчас реклама, после которой вас ждет очередной выпуск программы «Здоровая батарея». Скорая слушает. Здесь, здесь людям, о-о-о-о. Что вы сказали? О-о-о-о. Поздавите. Алло, алло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Поэтому ничего скрывать я от тебя не буду. Майор, пора подумать о пенсии. Да, вроде рановато еще. По сравнению со многими начальниками, я мальчишка. Ну, при чем здесь возраст? Есть слово такое, реформа. А? Молодые прут, борзые. Помнишь, как в песне поется? Молодым везде, молодым везде у нас дорога, старикам, ну, сам знаешь, что старикам. И что, уже принято решение? Пока нет. Поэтому я и говорю с тобой по-товарищески. А вообще, если напрямую, то мне хорошо известны всякие твои по службе некоторые шероховатости. И хорошо, что об этом знаю только я. А ты представь, если кто-то начнет копать поглубже, кому это надо? Поэтому для тебя увольнение по собственному желанию, это лучший вариант. Когда прикажете сдавать дела? Скажу откровенно, в месяц у тебя есть. Прошу, идти. Счастливо, майор. Кстати, а чем заняться, думаешь, на пенсии? Козла забивать. Здравия желаю. Здравия желаю. Включи. Два раза повторяй, включи давай. Товарищ майор, а я? А ты на автобусе. Есть. Сколько у вас уже? Четыре с половиной. Богатырь. Не волнуйтесь, у вас мальчик. Откуда вы знаете? Дочку мамы красоту забирает. Отеки и припухлости на лице появляются. А когда мальчик, женщина только хорошеет. Вот вы и выглядите прекрасно. Спасибо. У вас токсикоза нет? Нет, пока не было. Это хорошо. Вам кальций надо пить, а то без зубов останетесь. Да, Тарас. Муж? Муж хороший. А моего в женскую консультацию... Веня жив? Давай. Васенька, мне надо отъехать. Там Тарас звонил. Ты, конечно, поезжай. Ты одна доберёшься? Да, не волнуйся. Да. Ну, пока. До свидания. До свидания. У меня подруга купила молокоотсос. Очень хорошая штука. Чтобы не было мастита. Так, давайте живее. Хорошо. Сейчас сделаем. Да это... Палыч, прости меня, чего-то я сегодня... Разболтанный какой-то. Чего ты рассказывал? Я же тебе объясняю. Время не в обрез. Урожай новый. Новый пошёл. А у меня все склады затарены. Мне товар надо сбывать. А этот... Кто? Олейник. Виноградер доморощенный. Кто он такой? Откуда он взялся вообще? Он всего лишь год вином занимается. А мне уже всю малину обосрал. Он у меня всех клиентов переманил. Ну так, у него вино-то получше, чем у тебя. Получше. Только деньги тебе плачу я, а не он. Ну всё, всё, Палыч, не обижайся. Я бы пошутил. А мне не до шуток. Ну всё. Ты это... Сделал, как я сказал. Да всё мы сделали. И алканавтов нашли, и бормотоку подкинули. Нормально. Ну а тогда, что ты дергаешься? Значит, всё я перешаю. Ты что-то про деньги говорил? Ну вот и не дергайся. Я всё разрулю. Ты уж постарайся. Так, в Вене Цуцкого гримулька этого на скорой отправил, товарищ капитан. Чё говорят? Да шо говорят. Сильное отравление организму говорят. Ну ничего, жить будет. Это тебе медики сказали? Нет, это мой вердикт. Да на Вене Цуцки эксперименты ставить можно. Вот ей-богу, ну шо, ну шо за человек, а? Ну ничего его не берет. Его в космос можно отправлять. Без провианта прям. Ей-богу. Только алкоголь вон, в тубах. И он на нём прям до Марса и долетит. Шо такое? Ба, знакомая бутылочка. Тарас. Ой, фирменный знак. Чей знак? Так нашего, местного, винодела, олейника. Ух, товарищ капитан, вино я вам скажу, замечательное, прям французский букет. Ой, Тарас, не смеши меня. А шо? Будто ты когда-нибудь французское вино пил. Не пил, ну, некое представление имеет. Так вот оно не хуже, а может быть даже лучше. Если это хорошее вино, чего они отравились-то? Ну вот чего, не знаю, того не знаю. В общем, понятно, надо делать экспертизу. Вот это правильно, это правильно. Шо такое? Шо такое? Здравия желаю, товарищ майор. Здравия желаю. Здравия желаю. Здорово. Чё здесь? Тут... Отравление. Да. Отравление массовое. Два трупа, а третьего венят Суцика. Увезли в реанимацию. Массовое. Думаешь, криминал? Так какой там? Да нет, не похоже. Просто ребят перепили. Ну и как следствие, летальный исход. Ну да. Похоже на бытовуху. Чё пили-то? Так пахнет вином. Ну, в общем, надо делать экспертизу. Зачем? Не надо. По-моему, всё ясно. В общем, так. Я это дело беру на свой контроль. Вам, кстати, тоже есть чем заняться. Надо будет провести среди населения растительную работу. Угу. Ну, чтобы избежать в дальнейшем подобных инцидентов. Тем более в преддверии этой грандиозной попойки. О! Это вы про деньги? Винодела? Да как мне назови. Пить будет много и бесконтрольно. В нашем деле что главное? А шо? Профилактика. Верно? А, ну да. Сделаем. Капитан, пойдём, поговорить надо. Так, пациент. Вовчик, ну шо стоишь? Собирай. Я слышал, у тебя жена в положении? Да, есть такое дело. Молодец. Надо бы с женой почаще бывать. Как считаешь? Надо бы. Ну, и про это дело забудь. Я сам кое-кому хвост прижму. Догадываюсь, откуда. Ноги растут. А вы тут в городе порядок наведите, чтобы все злачные места, все притоны, ну, всюду, где гуляет пьющая публика, чтобы всё было важно. Товарищ майор, ну ведь... Очистим город от грязи. Как считаешь? Постараемся. Вот, надо постараться. Ладно, бывает. А че он приезжал-то? Да я сам не понял. Для начальства главное что, поставить задачу? Так что давай, Тарас, ноги в руки и вперед. Наставлять народ на путь истинный. Олег Анатольевич. Олег, поехали. Иду, иду. Да, хороший виноград. Можно собирать. Олег, я устала. Иду, иду. Миша проснулся. Пора завтракать. Да ничего, успей. Знаешь, я все равно не могу понять, зачем мы уехали из города? Променять цивилизацию на какую-то дыру. Все потому, что ты молодая, а я старый. Ну что за ерунда? При чем здесь это? А при том, что меня немного к земле тянет. По мне, ты моложе всех молодых. Ух ты, шелунишка. Садись. А где он? Я не вижу. А сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, тут вот ножка. Видите? Нет, не вижу. А, вижу, вижу. Вот, вот, пальчики. Видите? Да, вижу. Ну вот. Спасибо большое, Ирина Васильевна. Это мальчик? Похоже, что мальчик. Мужичок. Все, я закончила? Угу. Берите салфеточку, вытирайтесь, одеваемся. Ирина Васильевна, ну а что вы скажете? Ну, скажу, что все неплохо, плод развивается по сроку. Ага. Есть такая небольшая сердечная аритмия, но это бывает. А так в целом ничего. Угу. Другое дело вы. А что я? Ну, первая беременность, еще могут возникнуть какие-нибудь сложности. Не пугайте меня. Ну, я вас не пугаю, а предостерегаю побольше свежего воздуха и плотных эмоций. И все будет отлично. Спасибо. До встречи. Все, счастливо. Через две недели ко мне, я вас жду. Спасибо. Угу. Так что вы хотите от меня услышать, господин полицейский? Меня интересует больной Цуцик, вернее его состояние. Состояние средней тяжести. Причину мы сейчас выясняем. Хотя я без результатов анализов крови могу сказать со стопроцентной уверенностью. Это отравление метиловым спиртом. Увидеть его можно? Увидеть можно, но говорить с ним нельзя. Во-первых, он спит. Ну, вдруг он уже проснулся. Мне надо задать ему пару вопросов. Это очень важно, доктор. Ну, хорошо. Пойдемте. Спасибо. Ну, вот видите, ему сейчас больше спать нужно. Это лучшее лекарство. Ну, хорошо. Ну, я тогда завтра забегу. Я думаю, завтра он уже будет в состоянии говорить. Да. Ладно, спасибо большое. До свидания. До свидания. Спасибо. Дурок на проводе. Это я. Тут у нас с тобой одна невязочка вышла. С алкашами ты все сделал правильно. Но не до конца. Надо бы все почистить. Хорошо. Понял. Так, ну шо? Все собрались? Да, все, все. Так, раз, два. А где, где Гриценко? Шо с ним? А он в отпуску. По состоянию здоровья. Так, ну все, все, все. Ну-ка прекратили шуточки. Я, я что тебе тут? Да ладно, ладно. Начинай, старшина. Так. Тарас, не обращай на них внимания. Я тебя слушаю. Да я знаю. Танька, не пялься на него. Он женат. Только дурак. Так, все. Ну-ка сняли. Сняли, все. Шуточки прекратили. Значит так. Вам уже, наверное, известно, что случилось с вашими же дружками. Свяний Цуцаком и его собутыльниками. Да, знаем, знаем. Вот. Вот поэтому я вам и говорю, что выпивать спиртные напитки, это плохо. Да ты что? Так, Татьяна, избивай меня. Я понимаю, все мы любим выпить. Я знаю, я с этим согласен. Я тоже сам могу пропустить. Хорошо, я сам могу пропустить 50 граммов. Но по праздникам. По праздникам. На день рождения. На поминках. Праздник. Какие у нас есть? Новый год. Прекрасный праздник. 23 февраля. 8 марта. Значит, 1 мая. День трудящихся. День независимости. День... Майк, ты же понимаешь, что твоя песенка спета. Через полчаса здесь будут ФБРовцы, так что тебе лучше сдаться. Выходи с поднятыми руками. Поверь, это лучшее, что я могу тебе предложить. Мне нужны гарантии. Никаких гарантий. Пистолет и без глупостей. Майкл Олейник, вы арестованы. Вы имеете право на адвоката. Все, что будет вам сказано... Ненавижу копов. Взаимно. А где твой друг, Майк? Что, оставил тебя, да? Тони, бросай пушку и руки в гору. А, вот и ты, Саймон. А я считал, что ты в тюрьме Синг-Синг задержишься до конца своих дней. Прокурор тоже так считал. Так что ты уж извини. Извини, Тони. Мафия бессмертна. Ничего личного. Саразник! Стоять! Стоять тебе сказал! Ура! Вперед, мой верный Коль! Давай, давай. Пинцет, чего ты встал? Заходи. Миш, я не пойду. Да ты чего? Я лучше домой. Да завязывай ты пинцет. Да неудобно как-то. Как неудобно? Очень удобно. Пошли. Ладно, пошли. Будем считать, что уговорил. Хорошая пушка. Да. Если нравится, бери себе. О, спасибо. Мальчики. Мальчики. Мыть руки. Ага, сейчас Диана. Классный пить. Скажи. Ага, водяной. А выглянь как настоящий. Пинцет, в следующий раз у тебя вот этот номер не пройдет. Ты меня понял? Это еще мы посмотрим. Ловлю на слове. Пинцет, я себе тоже кличку хочу. Зачем тебе? Ну, у тебя ведь есть, может мне тоже что-нибудь медицинское? Ну, например, скальпин. А может клизма? Дурак. Я серьезно. Если серьезно, то надо подумать. Ага. Дети, садитесь. Приятного аппетита. Да, приятного аппетита. Диана, а где отец? На работе, конечно. Где же ему еще быть? Очень вкусно. Правда? Ага. Немного пересолили, а так вкусно. Ну, может быть, потому что влюбилась. В папу, наверное? Конечно, в папу. Ешь. Олег Анатольевич, еще одна прохудилась. Сколько уже? Пятая. Ну, ничего, залатаем. Новое покупать не будем. Накладно. Да, может и хватит. Неизвестно еще, сколько народу будет. Да нет, не хватит. В прошлом году не хватило. Ведра пришлось собирать, а для винограда это плохо. Да и в корзины оно удобнее. И кому нужен этот праздник? Ах, глупый ты, Андрюха. Помоги. Собирать виноград, это же всегда радость. Эх, когда все вместе, когда сок по рукам течет. А в запах молодого вина, что ты, Андрюха, это же праздник. Вот так. Держи. Добрый день. Добрый. Добрый. Своими сотрудниками были обнаружены тела двух граждан, отравившихся вином. Еще один находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Все это, конечно, ужасно, что вы рассказали, но при чем здесь я? Очень просто. Причиной смерти послужила именно ваша продукция, обнаруженная на месте происшествия. Скажите, это ваше вино? Ну, этого не может быть. Между тем, это так. Ну да, действительно, бутылка моя, но за ее содержимое я не ручаюсь. С нее могли налить все, что угодно. Я понимаю. Разумеется, мы проведем экспертизу. Но согласно предписаниям, по обороту алкогольной продукции в нашем районе, до получения результатов экспертизы, вы обязаны приостановить ваше производство. Да-да, я, конечно, понимаю. Скажите, а сколько времени уйдет на эту экспертизу? Я думаю, что не больше трех недель. Но это невозможно, тем более накануне праздника. Приедут закупщики, это же полная потеря рынка. К сожалению, я ничем не могу помочь. И еще, в случае нарушения предписания, может наступить уголовная ответственность. Поймите, погибли люди. Поэтому будьте благоразумны. Как хорошо здесь у вас. Не жалеете, что переехали сюда из города? Не жалею. Скажите, а чье это предписание, на которое вы ссылаетесь? Чье? Разумеется мое. До свидания. Распущенность, хандра, безволие и гнет, вот признаки того, кто водку пьет. Значит, вот по всем этим причинам пить нехорошо. Я закончил. Да. Ура! Так, ну все, все, все. Хватит. Так, господа, господа, есть предложение продолжить беседу в приватной атмосфере. Так, ну, продолжим заседание антиалкогольной комиссии. Так, слушай. Мы к тебе. Welcome to the house, господа. Вам что читай, что не читай, вы что? Что, вы смотрите меня, не подводите. Да мы сейчас. Так, все, все. Не много, как обычно. Парни, заберите, ну, возьмите его. Парни, ну, что ты меня посмущаешься. Тарас, ты так хорошо говорил. Ну, прямо вот прирожденный оратор. Что, правда? Ну, правда. Слушай, может, присоединишься? Шо? Да ты шо? Нет. Стесняешься. Неудобно как-то, ну. Ой, господи. Ну, пошли, да и все. Пошли. Ну, если на часок. Ну, если на часок. Ну, если на часок. Да. Ты что? Парни. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА